Всем привет! Хочу вам показать продукты и вещи, которые я заказываю в России с Вайлдберриса. Я живу в Стамбуле, в Турции. Вайлдберрис недавно открылся в Турции, но доставка там 20 долларов стоит. Вообще мало очень товаров, поэтому я заказываю в России. И есть такая услуга курьером отдельно. Есть такая женщина, которая привозит любой ваш заказ за отдельную плату, естественно. И, собственно, в течение нескольких дней мне это привозят, когда она там летит в Стамбул. Что я покажу сейчас? Это детская. Вторым заходом следующий кадр сменится. Покажу, что я заказываю из того, что нет в Турции, какие-то продукты. Того, что нет типа в Турции. Это уже не первый заказ. На Новый год я тоже заказывала вот такие мозаики. Это мозаики. У меня тут, как слышите, помощники есть. Это термомозаики. То есть... Я вам сейчас открою, но покажу. Здесь что интересно... О, она заклеена. Что здесь интересно? Ребенок залипает, но это, знаете, на усидчивость... Это терпительный. На ребенка рассчитано. Моему очень нравится. У меня просто пропадает там на 40 минут на час. Здесь какие указаны на коробку. Они большими наборами продаются. Мне выгодно привозить, что по весу доставка килограммом-то выходит дорого. Я бы купила огромную коробку. Может, когда поеду в Россию, я так и сделаю. Куплю коробку вот этих штук. Кто знает, где в Турции это продают, расскажите. Буквально недавно в Турции стала появляться мозаика, аквамозаика, которую пшикают водой. Это термо, это утюгом склеивается. Аквамозаики в той шопе и на хепси-бурадах. Там всего лишь несколько штук, несколько видов. Я еще не покупала. В следующий раз куплю у них. То есть, когда я уже заказ сделала, нашла, что в Турции появились аквамозаики. Может, и термо скоро появится. Эти светящиеся. Здесь, в общем, набор. Брелок можно сделать. Щипцы, которыми накладывать. У меня ребенок усидчивый, поэтому с удовольствием этим всем занимается. Вообще, тащится. Тебе нравятся такие мозаики? Да! Вообще, кайкует. Да, она прям садится. Вот новогодняя у меня была. А мне тут залипать. Окей. Новогодняя была, и она прям садилась. Деда Мороза там что-то собирает. Потом только я утюгом это проглаживала, соединяла. Но в следующий раз вот куплю аквамозаику, чтобы сама пшикала. И я утюгом там процесс идет. Ну как, нравится тебе? Да. Классная? Теперь нам нужен наш тип-то. Красота. Ребенку не слышно, не видно, сидит, занимается, ковыряется. Смотри, у тебя ручка тут потянула. Кого ты собираешь? Поняшечку. Космонава. Кто это? Какое-то животное? Поняшка. Поняшка? Поняшка, извините. Пони, поняшка. Окей. А вот это трубочки, как бы в России всем известно. Это не очень полезно, да. Но в Турции такого нет. Это трубочки пить молоко. Ну, короче, конфетки сладкие, да. Ты вставляешь молоко, пьешь. И молоко становится каким-то вкусом. Она у меня однажды попробовала в России, когда мы были. Здесь такого не продают. У нас в таких индивидуальных упаковках длинненьких только продается йогурт питьевой, но это невкусно. Таких шариков, короче, нет для молока. Вот в наборе 5 где-то штук. 5 трубочки таких купила. Пазлы. У нас есть в садике у нее по пятницам пазл гюнюю. То есть они должны приносить... Каждый день у них какая-то своя тематика есть. То есть либо они приносят... Вот один день они приносят пазлы собирать. В день куры и мыщи, например, они едят сухофрукты, приносят фрукты из дома. Книжку принести. Каждый день в неделю что-то там своя какая-то задача есть. Так что по пятницам у нас пазлы она носит. Поэтому пазлы русские. Турецкие пазлы есть. Ну, конечно же, героев типа сказочного патруля. Вот мои литл пони, они здесь есть в Турции. Это не проблема вообще. Удобно коробку в рюкзак положить, в школу носить, чтобы они не рассыпались. Пазлов в Турции навалом. Но вот, конечно, с героями из русских мультиков здесь не может быть. Поэтому я их и заказала. Или, так сказать, заказывала. Я тут уже не первый, у меня еще сказочный патруль, царевну у нас есть. Вот эти пазлы. Маленькие, конечно. 64 штуки. Хотелось бы повышать, но они все нормальные, в общем. Чтобы что-то новенькое, свежее было. Вот такой набор из трех коробок у меня был. Литл пони, сказочный патруль и эншантименс. Эншантименс тоже в Турции продаются. Сейчас посоединю. Это не проблема. Ну, вот такой маленькой коробочке. Ну, не просто набором шли. Я на самом деле этот заказ сделал только из-за сказочного патруля. Ну, такие прикольные. По поводу вот еще, чего в Турции нет. Это Sweetbox. Я... Ее любимая... Тебе больше нравится Маше Медведь, да? Угу. Окей. Сейчас откроем. Ну, в общем, здесь набор что-то открывать. Вы знаете, там игрушка, мармеладка внутри. Другие я открою. Конечно, конечно. На, держи, открывай твоя коробка. Я вам покажу, как надо открывать. Покажешь, как надо открывать? Тяжело там дрезать тебе дырку? Давай сделаем, Настя. Мать, давай. Сейчас, подожди. Оп. Ну, все. Давай сама. Давай тебе тут все кофе. Не отрежу ножницами чуть-чуть. Давайте. Распаковываем. Ура. Давай один какой-нибудь откроем. Какой? Вот такой выбрала? Я заказывала до этого поштучно несколько разных... Ну, там, Буба был, Маша Медведь, Сказочный Патруль, кто-то еще. И еще мы. Доставай. И по итогу нам понравились ей... Точнее, понравились игрушки вот Маша и Нейведь. Кто-то вообще... Что? Открыть тебе давай, начни сами. Давай. А другое? Как ты думаешь, кто тебе попался? Сама не знаю. Сама не знаешь? Ну, все, давай. Кто там? Я такое хотела. Как раз. Маша из Аватара Синяя. Когда я заказывала, она мне говорила, господи, я так мечтаю, чтобы мне попала эта синяя Машка. Ты представляешь, что мы сразу с ней открыли. Класс, да? Да. Тебе сегодня повезло. Да. Открыть по ней написано. Повезло. Еще такую, да, хотела? И Зайчика, и вот эту Супермена. Нет, я все хотела. Держи, поздравляю. Окей, и про книжки немножко. Давайте что-то уже переверну, закончу. Несколько книжек у меня были. Вот это «Правила безопасности» очень классное. Опять, кстати, это у Львы. Я вам в видео девчонки показывала. Качество супер. Тоненькое, легкое по поводу доставки с мягкими. Мы вот эту все уже до дыр зачитали. Классная заходит. Нравится эта книжка? Да. «Правила привета», да? Потом энциклопедия. Это к Новому году я покупала. Ну, для малышей сказках, короче, не очень. Вообще не зашло. Фактически не читали мы ей. Интереса к этой книжке никакого нет. Тоже вроде бы Ульева. Мне вообще не зашло. Жалею, что купила. И вот опять Ульева. «Сказки для малышей. Энциклопедия. Добрый день». Тоже хорошая. Но мы чуть по ее как-то даты меньше интересуешься этой. Нет. Здесь про деда привета было лучше с правилами безопасности. Здесь больше про эмоции. Ну, такое, в общем. На 3-4 года, я бы сказала. Ну, до 5 лет точно. Уже не очень интересно заходит. Вот, дед, привет. Как-то там история по Денея. В общем, переходим теперь к продуктам питания для взрослых. По поводу продуктов. Вот, казалось, в этот раз заходили на Милки-Ве. Одна пачка муж и ребенок обожает. Ну, в Турции Милки-Ве нет. Дальше. Невский кондитер. Это очень маленькие шоколадки клубничные. Молочный шоколад в суфле клубничная. Ну, да. Вкусный. Неплохий состав. Плохой. Химоза ненатуральный. Ребенок, муж тоже это любит. Здесь полкилограмма. И мне не понравилось то, что они все помятые пришли. Вот, там чувствуется, что форму потеряны. Как бы, ну, такое себе. То, что заказывать не буду. Очень вкусные мои самые любимые конфеты. Это вот эти. Это КДЖ, которые Кириешки производят. Вот, это фирма. Здесь очень хороший состав конфет. Я сама удивилась. Здесь, да, есть Ешки, но там, не помню тоже, какая именно. В общем, это шоколадная конфета, молочная. Е-476 только. И все, больше ни одной Ешки нет. То есть, это сгущенное молоко, цельное молоко, жир растительный, масло ши, кокосовое масло в составе, представляете? Обычные такие шоколадные конфетки. Офигенно. Они очень сладкие. Может, потому что я отвыкла сладкое кушать, но они очень сладкие. Но качество просто балдешь. Вот это то, что я еще вот приду на эту фирму конфет. Нашла ее случайно на Вазбересе. Заказала маме. Она попробовала. Галя, вкусные. Можешь заказывать. Они там разные всякие есть. В общем, кто любит шоколадные конфеты, качественные, присмотритесь. Очень крутые и из последнего самого, наверное, через меня любимые. Вот уже для меня это манго сушеное. Здесь очень высокие количество углеводов. 79. Это не диетическая ни разу история, да? Но это натуральное. Это мармелад, как бы, скажем так, сделанный из манго сушеного. Тут немножко вот с сахаром, правда, он посыпан. Ну, такое себе. В следующий раз я обязательно закажу просто сушеное манго. Я обожаю такие фокрукты. Именно из России, которые тайские, настоящие. Здесь в Турции манго, они вообще пересушены, не айсен. Но тоже неплохо. У меня на сахаре, на диете сахарной, скажем так, по диабету сахарным родственникам сидят вот на этих конфетках с сахарным накусом. Вот себе заказала. Это Шок Криспи. У них есть батончики, печенье. Это 12 куки, 12 печенек. У меня, типа, вот Криспи с... Господи, протеин высокий здесь и 86 кг на одну эту штучку. Почему заказала пакеты диеты? Здесь очень низкие углеводы. На одну такую 30-граммовую печеньку уходит 1,8 грамм углеводов. Если очень сильно захотела сладкого, почему бы и нет? Я в следующий раз заказала ассорти такой. Там есть ассорти наборы разными вкусами. Именно вот эти мне не очень понравились. Это сухая печенька. Плюс мало сладкая. Но так как это кокос чистый и вот этот воздушный типа рис, довольно-таки не сладко, жирно. Ну, потому что это как бы для кепи диеты. Но состав очень, конечно, хороший. Что говорить? Это хорошая штука. Без сахара добавление, без муки, без всяких, короче, вы понимаете, только небольшой консервант там есть. В общем, это полезный перекус. Если очень сильно хочется или ты себе что-то не разрешаешь такое, да, в плане там диеты какой-нибудь. Вот эта тема. Можно попробовать. Но именно вот это я не советую. Именно этот вкус. Я, конечно, на боковинке, видите, с клубничкой есть вкус. Манго. Вот как она. Я лучше манго и клубнику заказала, честно говоря. А, здесь такое же. Там манго весь есть. Клубника с кукурузой. И вот, ну, короче, с криской они уже три вида. Ну, короче, не самое лучшее. И немножко о косметике. Офигенные ресницы. Все, что я здесь считаю таким приятным, хорошей покупкой, не зря. Я вам оставлю ссылки или вот коды на вайлбер из этих продуктов. Дешевые ресницы, казалось бы. Ну, что ты из Китая там закажи. У нас, кстати, Алиэкспресс еще доставка, в общем, долгая в Турцию, может быть. В общем, эти ресницы стоили где-то там 300 рублей. Три пары. Они, вот, смотрите, какие они мягкие, офигенные за такую цену. Понимаете, это Китай, как бы. Но, честно, это приятнее, чем Худо. Я обдумала купить ресницы Худо Бьюти за полторы тысячи рублей пара. Либо вот увидела как-то отзывы, очень хороший рейтинг был. Я их заказала себе. Ни разу не жалею. Легкие, красивые, такие, ни разу не пластиковые. Просто вот как будто норку трогаешь. Очень крутые. Оставлю на них обязательно код. Карандаш для бровей. Мне у Диваш начали... У них есть в золотом формате такой карандаш для бровей. Очень крутой, мне очень понравился. Здесь подгон такой под карандаш от Fenty Beauty. Пародия на их же такую же щеточку. И сам грифель. Для блондинки цвет. Он суховат немножко. Вот один минус. Но неплохой, не сильно там рыжий, нормальный, адекватный. Как могли понять, мои самые любимые карандаши для бровей. Это вот этот, это Best of the Best. Даже больше люблю, чем Vivienne Sabo. Люкс Визаж. Оттенок у меня всегда. Taupe 301. Самые лучшие карандаши. Это я при запасе купила. Сейчас я пользуюсь Vivienne Sabo. Тоже талповый для блондинок подходящий. Он более рыжий и при этом темный. Вот это самый-самый лучший для меня. От Диваж, так как мне нравятся у них карандаши для бровей. Я купила гель для бровей. Еще ни разу не пробовала. Подскажите, нравится вам он или нет. Сейчас давайте откроем. Ох ты, не откручивайся с этой залепленной наклейкой. Окей, расскажите, в общем, нравится вам или нет. Я еще ни разу не пробовала. И у Диваж я заказала вот такую, там за 3 копейки, на 200 рублей стоит, сыворотка для ресницы бровей. Не знаю, что она там будет, не будет работать. Я сомневаюсь, что за такую цену что-то может быть отдельное. Но, надеюсь, запах сейчас скажу. Как будто бы крем какой-то для тела, какая-то косметика. Как будто крем для тела, аромат вот такой. Ну, вот такая сыворотка. Вот мой заказ на Вайлдберрисе. Пишите комментарии. О, еще, смотрите, я же заказала. У меня закончился мой любимый крем. Флоранс ночной. Это уже пятая или шестая банка для нормальной комбинированной кожи. Вот такой. Я уже много раз показывала. Все равно даже заказать мне из России. Его было привезти с доставкой, оплатой на Вайлдберрисе. Дешевле, чем здесь в Турцию купить. У нас здесь стоит 1150 лир. Делим на 2, это будет в рублях. Ну, в районе, там где-то, наверное, отпустим, 5000 рублей. Так он мне стоил 3500 на Вайлдберрисе. И там доставка еще сколько-то там не буду. Ладно, в подробности, да, все равно, это выгоднее, чем здесь в Турцию еще его купить. Но сейчас новая косметика. Она дешевле здесь в Турции, чем в России. Люксовая я ее все здесь покупаю. Но мой любимый крем. До сих пор ему не изменяю. Вот такие у меня покупки. Я забыла показать специи, которые я заказала. Извините за плохое освещение. Уже села монтировать видео и поняла, что я это не показала. Здесь специи, да. Почему лимонная кислота? Это мне чисто для приготовления меренги нужно. Потому что лимонной кислоты полностью в сухом виде в Турцию я пока не нашла. Я нашла карбонат с лимоном, да. Но это не лимонная чистая кислота. Но в некоторые десерты, которые специально по технологии нельзя выдавливать, просто лимон нужно в сухом виде. Здесь у нас приправа. Вот эту фирму, кстати, люблю. Приправа к салату капрезы. Это мой любимый. Это моцарелла. Базилик там. Соус идет. И помидорки. Обожаю. Просто это мастхэв мой вообще летний. Обожаю розовые помидоры. Они здесь в Турции называются. В России это сорт бычье сердце. Сладкие такие. Обожаю этот, как сказать, салат. Моцареллу. Базилик тоже. У меня есть и соус. Но вот такой сыпучей приправы здесь в Турции нет. Тоже заказала. И вот эти две приправы я обожаю очень сильно. Здесь нет хороших маринадов. Именно по специям таким. Я люблю, как в России. Здесь нет красной сладкой копченой паприки. Так, сейчас я вам сразу на кухне это снимаю. Я вам покажу. Это у меня тоже с Вайлдберрис из России. Паприка копченая молотая. Из Турции такой паприки нет. Именно копченой. Есть красный сладкий перец. Называется тоже паприка. Но запаха копчености здесь такого вообще, такой паприки нет. И вот в этих двух специях. Одна для морепродуктов, одна для курицы. Это маринад. Я солю дома красную рыбу сама. Поэтому мне вот это пригодится. Я вообще обожаю. Как сказать, у меня получается гораздо вкуснее. Лучше по вкусу, чем соленая рыба покупная. Сами сам он, например, копченый, соленый. Поэтому вот эта приправа идет для морепродуктов. Это маринад. Вот сухой маринад для барбекю. Но типа для курицы. Я его еще не попробовала. Для рыбы он идеальный. Покупала его на сайте отделения, как сказать, в Вайлдберрисе, который с жарим, жаркофли. В общем, там у них еще соусы я покупаю в жидкой форме, в бутыльке. Это тот же самый производитель. В общем, попробую. Потом вам, если надо, расскажу, вкусно нет. В общем, вот еще у меня такие специи. Обязательно поделюсь, что считаю самым лучшим из этого всего. Вот конфетки, эти ресницы классные. Манго, вот эти конфеты тоже неплохие. Я вам на все это оставлю ссылки. Если вы хотите, можете тоже приобрести. Никакая не реклама. Чисто моя отсюда Тинэкспром. Расскажите, что вы интересного нашли на Вайлдберрисе. Делитесь, я с удовольствием тоже посмотрю это.